Ребят, всем привет! С вами Дива, добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами посмотрим видосик от канала Настя, называется он Как я занимался паркуром? Пиши в комментариях, занимался ли паркуром ты, как давно это было и как долго ты этим занимался. С тебя лайкосик, подписочка и колокольчик, не забываем. Поехали! На большинство детей просмотренные ими фильмы оказывают большое влияние. Прибалдел от фильма с Джеки Чаном, идешь раскулачивать крапиву в стиле кунг-фу. Прибалдел от Рэмбо и уже с самодельным луком стреляешь по яблокам, представляешь, что это вражеские вертушки. Прибалдел от Чиполина, стоил овощем. Я до сих пор балдею. А вот если прибалдеть от фильма, где главный герой сигает с одной многоэтажки на другую, тут уже можно прибалдеть в последний раз в жизни. Пик популярности этого уличного вида спорта в России пришел вместе с фильмами Ямакаси и 13 район. Но в то время, когда интернет был еще в зародыше, сложно было достать хоть один из этих фильмов, и те счастливчики, у которых они были, насмехались над всеми остальными. Ха-ха-ха. Я никому не дам, потому что мне мама не разрешает. Муха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И пацаны, прифанатевшие от такого новомодного движения, как паркур, уже вовсю прыгали по гаражам, ломали руки и ноги. А я просто не понимал, что к чему. Но однажды, я очередной раз был в гостях у своих родственников, где за просмотром какого-то фильма спал мой двоюродный брат. Я услышал знакомые имена и подумал, неужели это то, о чем так много говорили пацаны со двора? Твою мать! Да! Я им повезло. Я втихаря перемотал начало, сел на пол и начал смотреть. Все, вот оно. Я прибалдел. Я превосполнился по самой не хочу. Я был в предвкушении, как буду сигать по гаражам, делать сальтухи вперед, назад. Тройное сальто. Сальто с пачкой майонеза в руке. Четверное сальто с бабкой, которая хотела просто, чтобы я ее через дорогу перевел. Но когда я был готов начать, все остальные уже все умели. То есть каждый раз, когда мы собирались взгляды попрыгать, все было примерно так. Это здорово! Время шло. А сальто нормальный так делать и не научился. Зато бегать по опасным стройкам, играя в догонялки, представляя, что убегаешь от полиции, у меня получалось хорошо. Там, где хоть раз кто-то допадал и калячился, я словно мыло меж булок проскальзывал невредимый. Но представлять, что убегаешь от полиции, это одно. Но в реальной жизни совсем другое. В один прекрасный солнечный денек я с друзьями сидел за школой. Не за своей, конечно же. Я, мой одноклассник-друг Андрей, его подруга Ленка и... Блин! Но мы звали его Кузя. Он, кстати, был единственный совершеннолетний. Я висел, как сарделька на турниках. Женя, он же Кузя, заливал в себя полный бак. Мы слушали музыку, громко смеялись и вообще вели себя как классический... Почему она блонтил Russian Children этого времени? Пока вдруг Евгений, он же Кузя, не сообщил всем, что ему надо справить нужду за углом. Пойду, бессусь. А пять минут спустя... Прикиньте, там менты едут. Так это была не шутка? Не. А чего ты смеялся, дебил? Не знаю. Полицейский через громкоговоритель вежливо попросил всех подойти к машине. Мы перекинулись взглядом с Андреем, дав понять, что мы поняли друг друга. Но мы друг друга не поняли. Я уж только собрался подходить к полицейской машине, потому что мы как бы ни в чем не виноваты. Но Андрей решил пойти по своему плану. И крикнул... Да ну вас нахуй! Моментально из машины еще спавнятся два полицейских. Как по канону комедии. Один был тонкий, а другой... Ну, мягко говоря, был толстый. Мы рванули в разные стороны. И, к счастью, за мной побежал здоровый. Что оказалось мне на руку, ведь он был гораздо медлительней. Но все равно он был достаточно близко, чтобы схватить меня за жопу. Настолько близко, что мне, чтобы оторваться, пришел в голову умственно отсталый план. Пробежать сквозь наше городское кафе, у которого было два входа. Я думал, что быстро проскочу между столиками кафешки, так как я парень на опыте и должен справиться. А он по теории нет. Но нет! Адреналин в крови зашкаливает. И я был на грани, чтобы красиво уйти от погони. И нахрен сбиваю первый стол. Второй стол. Чуть всем весом на бабку не накидываюсь на выходе. И чудом выскальзываю из кафешки. Но пробежав еще пару десятков метров, совесть взяла верх, и я решил остановиться. И неминуемо ждать, пока меня заберут. Но обернувшись, я увидел, что за мной уже никто не бежал. Я пошел обратно в кафе, чтобы взять пепси и извиниться. За весь беспорядок, что я там устроил. На что кассирша знатно посмеялась и сказала, Да этот полицейский охренел, когда увидел, как ты столы сшибаешь. И сразу ушел. Алло, ну как ты там, живой? Зачем ты ментов послал, дебил? Не, ну так же веселее, да? Забери меня. Пожалуйста. Там, Аральса, история такова. Ребята, это, конечно, круто, да? Там каратэ, кунг-фу, все такое. Но знаете, когда тебе 10 лет, и ты такой смотришь на чародеек, и такой думаешь, вау, вот мне будет 13, и у меня будет магия. И ты такой, ха-ха, отмечаешь свой 13 день рождения такой. И где? В смысле? Чего я ждала? И вот тебе уже 20, и ты до сих пор как бы... В общем, спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, была ли у вас такая детская травма. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok